Могу сказать, что я не такой большой знаток этого вопроса и не так тщательно следил за карьерой господина Астахова. Ну, разумеется, я знаю, кто это. И те случаи скандальные, о которых вы говорите, конечно же, тоже о нем неизвестны, потому что они попадали в телевизионный экран, значит, о них знали все. Но мне думается, что здесь дело вовсе не в его неосторожных высказываниях, а, видимо, у руководства страны есть претензии по сути его работы. Потому что высказание – это второй вопрос. Да, эта позиция, которую он занимал, это тоже в каком-то смысле политическая позиция, и там надо быть очень взвешенным в своих суждениях. Но самое главное, видимо, руководство не устраивает то, что он делает. Видимо, он был не вполне эффективен, возможно, его методы не устраивали, может быть, еще какие-то моменты. А вот второй вопрос – кто приходит ему на смену? Вот здесь я с утра слежу за потоком в интернете и обнаружил такую тенденцию. Во-первых, назовем это православным сегментом интернета, все в большом восторге и в радостной ажитации, потому что Анна Кузнецова – совершенно новый человек для нас всех, наверное, или почти для всех. Но то, что она жена православного священника, матушка, то есть матушка и по сути, она многодетная мама, у нее шесть детей, и это православный человек. Вот мне это безумно нравится. И моим друзьям я вижу тоже, да, и еще важный момент. Какие бы решения они принимали в стране, какие бы не производились кадровые перестановки, какие-то перемены, я всегда с интересом наблюдаю, как на это реагирует либеральная общественность. Либеральная общественность, у меня там есть несколько таких, назовем их, маяками. Если им что-то не нравится, значит, это наверняка на пользу государству российскому. Если им нравится, у меня возникают вопросы, хорошо ли мы все делаем. И вот по этому назначению, как бы свою позицию я обрисовал. Я не знаю, насколько Анна Кузнецова в этой должности будет эффективна. Я еще не знаю этого. В конце концов, хороший человек или даже хорошая мама – это не профессия, а просто какие-то показатели морального состояния человека, душевного, духовного. А как она будет работать, я не знаю. Но изначально мне нравится, что такой человек пришел. Либералам она еще ничего не успела сделать. И им уже изначально это не нравится. И то, что это православный человек не нравится, и непонятно, значит, что она будет делать и зачем Астахова убрали. То есть, исходя из этого, я понимаю, что все было сделано правильно. До того я аналогичную волну возмущения наблюдал у либеральной публики по поводу назначения Васильевой на пост министра образования. Тоже православный человек. И вот тоже это почему-то вызывает какие-то сомнения. Странное дело. Россия – страна, конечно, национальная и со множеством религий, но основная нация здесь русские и основная религия – православие. Так поэтому русские православные люди на руководящих постах, тем более таких деликатных, касающихся то ли образования, то ли защиты прав, тем более детей, это более чем логично, поэтому могу только приветствовать.